На кальдаре 25 сентября, понедельник, вы смотрите «Утро с репортером», мы продолжаем. В России стартовал большой проект «Достижения РФ». Это информационная онлайн-платформа, где представлены достижения регионов страны в разных областях. Один из проектов от Ульяновской области в сфере культуры и туризма – национальный маршрут «Гворянин на Волге». В гостях у нашей утренней редакции сегодня Филикина Светлана Викторовна, директор туристической компании. Светлана Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Рад вас видеть. Доброе, доброе. Итак, «Дворянин на Волге» звучит так по-родному, но в то же самое время как-то вот так брендово, точно, четко. Вот проясните, пожалуйста, просветите, пожалуйста, «Дворянин на Волге» что это? В свое время компания «Ростуризм» объявила такую задачу. Все регионы имеют возможность сформировать национальные туристические маршруты в своих регионах, представить это на публику. И в регион, таким образом, о регионе узнают, туда будут приезжать туристы, он будет интересен. То есть запустить туристический поток. Был разработан нами маршрут «Дворянин на Волге» совместно с агентством по туризму, совместно с нашими партнерами, потому что маршрут длится три дня. Ого, три дня. Да, то есть это маршрут недневного пребывания, это три дня. Мы захватываем все самое лучшее, что есть в нашем городе, то есть это наши жемчужины. То есть это возможность для любого туриста побывать в трех эпохах нашего города. Так, это какие конкретные эпохи? Еще до революции наверняка, да? Да, это дворянский Симбирск. В 18-го года наш город именовался не иначе, как «Дворянин на Волге», а это благородство, это стать, это красота. Так, говори, не на Волге, это вот пошло оттуда, да? Это у Симбирска. Да, поэтому это название мы заимствовали и назвали наш маршрут. Кроме того, все, что связано с именем Владимировича Ленина, это заповедник имени Ленина, и, конечно же, наш известный художник Аркадий Пластов. Ему тоже посвящен целый день. Турист имеет возможность ездить на его родину в село Преслониха, побывать в его музее. И еще обязательно, так как у нас широкая Волга красивая, мы обязательно катаем туристов на кораблике. Все туристы без исключения получают сувенирную продукцию. Их кормят вкуснейшими симбирскими блюдами. Кроме того, в каждой программе обязательно интерактив. Устраивают костюмированные представления. То есть все это проходит очень интересно, познавательно. И все туристы, которые вот к нам приезжали, это в основном москвичи, Санкт-Петербург, все были приятно удивлены, что на Волге есть такой город уникальный, где такое разнообразие достопримечательностей. Для всех наш город стал открытием. Маршрут работает с 2018 года. И с каждым годом все больше и больше туристов приезжает. Уже повторные. Те, кто приезжали, например, бабушки, дедушки, пенсионеры, они привозят своих внуков. Программа рассчитывается и с учетом того, что это все-таки будет молодое поколение школьники. То есть программа дополняется. Она совершенными моментами. Потому что наш город не стоит на месте. У нас развивается инфраструктура. То есть о современном ульяновском. Обязательно, обязательно. Авиации, самолеты, посещение музея гражданской авиации обязательно. Кроме того, наши партнеры – это гостиницы нашего города. Международная сеть гостиниц «Рэдисон» – это вообще уникальный объект на сегодня. Кроме того, в октябре запускается культурно-историческая арка, которая тоже прям напрямую связана с нашим маршрутом. Симбирск, прошлый и современный Ульяновск. Все это сделано с новейшими технологиями. На каждом объекте QR-коды. Куда можно зайти, прочитать более подробно. Все, что понравится. То есть партнеры наши молодцы. Поэтому вот это сотрудничество, оно дает вот такой маршрут, который пользуется спросом и популярностью. Даже ульяновцы, наверное, сами горожане. Не все знают о тех местах, о которых вы говорите. Уникальность этого маршрута в том, что каждый человек может присоединиться в любой день, на любую экскурсию и с любым достатком. Потому что основная задача, критерий этих маршрутов во всей России – это доступность, комплексность, разнообразие, интерактив и, конечно же, уникальность каждого региона. Слава Викторовна, а кто организует подобный маршрут? Я имею в виду, это же гиды, экскурсоводы, музейные сотрудники, работники. Да, наверняка вот здесь. Да, обязательно. Все гиды, экскурсоводы, все обязательно аттестованы. Партнеры, например, рестораны, гостиницы, они все надежные, они проверены, они предоставляют соответствующий уровень сервиса. В принципе, любые пожелания туристов, потому что москвичи и питерцы, они все-таки избалованы. Они везде, где побывали, уже знают, что такое историческая глубинка, что такое высокий уровень сервиса. И вот для них в Ульяновске мы это все умудряемся, все это представить на очень хорошем и высоком уровне. Так что вот благодаря нашим партнерам этот маршрут получается очень интересным, качественным и хорошим. Получается три дня, две ночи, да? Три дня, две ночи, да. Но это конструктор. Может быть, мы пробуем варианты либо два дня, ну кто быстро хочет это. Некая комплектация здесь, да, существует? Это маршрут-конструкт, он позволяет, он очень гибкий и позволяет добавлять новые объекты, уменьшать количество дней. Вот, поэтому вот тиражировать можно и продвигать. Мы, в принципе, его продвигаем на всех выставках в Москве, в Питере. Мы работаем с федеральными туроператорами в Москве, которые также продают наш маршрут. И интерес увеличивается с каждым годом. С 2018-го, сказали, да? Да, с 2018-го, но потом было небольшое такое вот затишье с пандемией связанное, вот. Но сейчас все активизируется. Причем это маршрут не только для жителей России. Сейчас открывается очень активно въездной туризм в Россию. Китай, вот Юго-Восточная Азия, вот эти страны. Мы им тоже представляем этот маршрут. С небольшими, конечно, корректировками, потому что наш турист – это одна тема. Да, иностранный турист – это все-таки несколько другого. Вот еще под каждого туриста нужно подстраиваться, чтобы вот именно уникальность, да? Да, поэтому мы вот ожидаем еще приток на наш маршрут туристов из-за рубежа. Вот, такой опыт у нас был. У нас были в свое время жители и туристы из Европы, то есть немцы, из Турции, из Индии, из Китая. Вот, сейчас так же будем продвигать. Вот, может быть, в каком-то другом немножко виде будет. Может быть, еще какие-то маршруты родятся, но, тем не менее, этот маршрут есть, он пользуется спросом и популярностью. Мы очень довольны. Если турист неопытный, только-только начинает, как найти? Как стать участником дворянина волок? Ну, конечно, да, конечно, сейчас в соцсетях эта информация есть, сайты сейчас есть. Но, тем не менее, Москва – такой регион, где очень тяжело достучаться, потому что все-таки финансовые возможности компаний в регионе, они отличаются от тех, которые есть в крупных городах. Вот, поэтому, ну, всеми возможными способами. Агентство по туризму нам очень хорошо помогает. Вот, наши партнеры тоже, потому что к ним приезжает поток и командировочных людей. Мы также стараемся вот эту информацию, где, везде, где можно, мы ее представляем. Вот, поэтому стараемся. Ну, тема импортозамещения в туризме, да, она наверняка здесь тоже главенствующая, она тоже играет здесь роль существенную, да, в организации этого маршрута. Немножко не поняла, что вы имеете в виду в организации маршрута. То, что вот в нашем маршруте присутствуют только, ну, как бы, российские технологии. То есть мы работаем только... Ну, то есть в идею эта маршрута закладывалась. Да, да, конечно, да. То есть самое главное, вот это Ростуризм тогда, сейчас это Министерство экономического развития, то есть мы активизируем внутренний туризм всеми возможными способами. Любой креатив, вот там даже есть фонд креативных индустрий, который тоже помогает нам, они тоже эти маршруты смотрят, подсказывают нам, как их усовершенствовать, потому что Москва всегда идет впереди регионов, это однозначно. Вот, но они всеми возможными способами пытаются нам помочь активизировать вот этот вот поток. И в нашем регионе, в общем-то, и агентство по туризму, и вот гостиничный бизнес, и туроператоры, и турагентства, они все сейчас работают на то, чтобы туристов было больше. А для этого что нужно? Нужен хороший сервис, нужно качество. А то, что показать, у нас есть. Геопарк Ундори, это вообще жемчужина. Симберцит, вот когда только они открылись, это тоже было включено в программу национально-туристического маршрута. Как его обойти, когда это уникальный объект, это уникальные подарки. Да, обязательно. Я до сих пор не была в музее Симберцита, собираюсь, собираюсь, никак не дойду. Вот я опять-таки о том, что нашим жителям бы тоже не мешало, наверное. Причем Симберцит, это не только вот это вот Симберцитовое зало, уникальное, красивейшее. Это не только магазин, да, продажи изделий. Это мастер-классы, можно попробовать. Это производство, это и промышленный туризм. То есть это комплекс просто уникальный в нашем городе, такого, наверное, нету. Потенциал очень большой. Потенциал большой, да, поэтому обязательно включаем маршрут. А вот обратная связь, у вас же есть с туристами? Обязательно. Вот когда они приезжают, рассказывают, какие-то места есть, которые вот все прям выделяют, что вот тут, например, им было наиболее интересно. Ну да, какой-то уникальный туризм. Первое – это заповедник имени Ленина. Вот эта улочка с древней... Это целый комплекс вот этих древних построек. Это уникальное место. В России есть такие места, но у нас она настолько как бы большая, тихая, спокойная, красивая. Там сама атмосфера, да, вот, наверное? Да, сама атмосфера. Экскурсоводы, они очень большие профессионалы. Они настолько интересно дают материал, что просто равнодушным нельзя остаться. Ты слушаешь и оторваться не можешь. Вот, отмечают все туристы. Следующий – Симберцит. Это для всех просто открытие. Они не понимают, что это не янтарь. То есть они не понимают, где, как, откуда. Потому что там просто создаются шедевры. И вот огромное спасибо вот семье Нотариус, потому что сделали уникальный объект для Ульяновска. Геопарк Ундори – это еще одна тема. Это динозавры. Он не входит пока в наш нацмаршрут, но по желанию туристов мы тоже туда везем. То есть, в общем-то, всегда прямой диалог с туристами идет, и обратную связь мы поддерживаем. Поэтому мы всегда держим руку на пульсе. Насколько я понимаю, портрет туриста, он такой самый разнообразный. Разнообразный, да. И взрослые, и дети, и профессионалы, и любители. Да, очень много, кстати, профессионалов приезжало. Это преподаватели из высших учебных заведений, из Екатеринбурга были. Это люди искусства, культуры. И были просто пенсионеры, которые любят путешествовать. Школьники приезжают вот так вот тоже? Ну, бывает, что... Для школьников созданы другие немножко маршруты. Но одно из направлений, которое мы сейчас обдумываем, то есть как привлечь более молодое поколение. Вот эта вот культурно-познавательная, культурно-историческая арка в Рэдисон, она как раз привлечет вот более молодое поколение. Потому что это инновации, это QR-коды, это все, знаете... То, что они любят, в общем... То, что они любят, да. Это фотки красивые, локации, смотровые площадки, плюс там I love Рэдисон. Это все пойдет на ура, поэтому вот как бы для них тоже будут свои маршруты созданы, да. Немножечко общий вопрос. Современный туризм, он на что ориентируется, прежде всего? Инновации тоже? Или все-таки традиции? Вот традиции, которые приплетаются с инновациями, с креативами, потому что вот людям это интересно. И, кстати, это культурно-познавательный маршрут. Мы думали, что все-таки сейчас люди больше переключаются, ну, такой, знаете, экологически, да, на природе, тишина, спокойствие. Но вы знаете, культурно-познавательная тишина – это все соединяемо. И вообще в туризме очень много переплетений, и вот те направления, они работают прямо вот рядышком. То есть промышленный туризм, культурно-познавательный, экологический. Все это вот, все идет вместе, и можно разрабатывать уникальные продукты, которых еще даже и не было на рынке. Поэтому вот креатив. Мы привлекаем порой школьников даже, да, к разработке маршрутов. Да? Как они могут так участвовать? Вот смотрите, сейчас идет очень интересный проект «Классная сторона» называется. Это профориентационный туризм. Это у нас в регионе? Это у нас в регионе, да. Вот, по крайней мере, Мариинская гимназия уже провела открытый урок на эту тему. Объединяются школьные профессионалы-методологи плюс туристические компании, которые дают им возможность сделать уроки не скучными, а за пределами школами. Теоретические знания соединить с практическими опытами. То есть они уроки проводят в каких-то локациях, да? Да, это экскурсионные программы, которые совмещены с тематикой школьных предметов. Повезло ученикам. Это уникальный проект, да, который сейчас, вот в октябре тоже приедут выездные сессии эксперты, которые по этим маршрутам проедут. Это у нас в Ульяновской области. Старший класс. Да, это любые классы. Это пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Да, то есть это краеведение, это история твоего края, это как бы искусство, это профориентация. То есть для детей это важно, потому что это вот социальная общность. Они будут учиться разговаривать с профессионалами. Они будут видеть, что такое вот работа своими руками. Это авиационные училища, это авиастар, это там заводы Волжанка. Ну то есть вот умение общаться с такими людьми им очень важно, и чтобы они это видели. Что значит получать знания, а потом выходить вот в этот реальный мир с какими-то знаниями и с запросами. Вот поэтому эти проекты со школами, вот туризм со школами, это тоже новый проект федеральный, в который мы подключились, и который будет давать свои результаты всем. Всем от этого будет хорошо. Светлана Викторовна, мы благодарим вас за эту увлекательную беседу, увлекательную, познавательную, очень информационную, но при этом утреннюю, позитивную, очень добрую. Да, приезжайте к нам в Ульяновск. Это вот для тех, кто из других городов. А кто в Ульяновске, да, присоединяйтесь на наши экскурсии. Да, я думаю, что я буду в числе первых. Мне интересно. А вообще работай под запрос. Спасибо за встречу, успехов вам и вашему делу. Спасибо. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня была Филькина Светлана Викторовна, директор туристической компании. Это «Утро с репортером», мы продолжаем.